ну что всем огромный привет с вами снова я кирилл добро пожаловать на официальный youtube канал магазина рендеву сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему ароматы на первые морозы ароматы на первые заморозки ну и в общем то мы немножко подходим к зимнему периоду хэштег похолодало вот и чем будет эта подборка вам полезно так это тем что она будет бюджетно то есть цены на эти ароматы вы можете прочекать на сайте рендеву они совершенно недорогие лояльные просто бери не хочу и шикарно как раз таки подойдут вот эти вот первые заморозки когда утром уже в 6 утра немножко есть такое покрытие и не когда ночью уже все закрывают форточки и не жутся в пледиках вот эти ароматы подойдут вам как нельзя кстати давайте начинать первый аромат который я хочу вам порекомендовать вот такой вот коктейльчик шикарная вообще презентация то и знаете как бокальчик такой вот мартини или чего-то горячительного а знаете почему он в этом бокальчике потому что тут в нотах заявлено водка короче на самом деле флакон вот для использования и когда мы его распыляем сразу же до вас доносится такая вот гурманская ванильная история с главенствующим орехом миндалем это так красиво и потом из этого ванильного миндаля выходит алкогольная нота наверное это водка но звучит зналится он как-то не по водочному а словно какой-то дорогой коньяк с добавлением стручка ванили миндаль здесь такой конечно благородные запоминающийся так вот знаете я и не припомню такого миндаля я много знаю в принципе ароматах с миндалем но вот этот миндаль на какой-то особенный более парфюмерный не натуралистичный но в этом как раз таки его и красота что этот аромат не хочется слопать он по парфюмерному красивый то и знаете это такой вот алкоголь на ванильный миндальный коктейль возможно издалека он может напомнить бейлис или такие вот ореховые коктейльная ликерная история в общем аромат супер красивый шикарно подойдет на первые морозы на свете ручки на кашемирчики наши любимые ну и на шубы вот в принципе шубу уже можно надевать все ради красоты хороший аромат он мало известны поэтому я вас настоятельно рекомендую его попробовать потому что такая красота не должна мимо глаз у вас пропускаться дальше также очень непопулярный аромат да и вообще даже бренд у нас в россии это дано дано аромат табу такой вот ароматец я вообще был о нем очень противоречивого мнения особенно когда он пришел потому что это был такой напор амбры это был такой напор на ладана а я еще после самой известной болезни короче на свете и особенно у меня плохо воспринимались пачули и амбра я короче просто чуть не упал с этого аромата сейчас же когда уже нос более-менее так вот приноровился к общественной жизни нюхаю его и понимаю это классно это хорошо короче чем этот аромат мне понравился очень красивая амбра в сочетании с ладаном и специями то есть знаете этот аромат восточный этот аромат дико стойкий дико шлейфовый как и все в принципе в сегодняшней подборке но именно в нем знаменательно выделяется то что очень мало ароматов амбра плюс ладан а здесь это прям отчетливо слышится даже какой-то восковой моментик но с церквями он у меня почему-то не ассоциируется вот то есть восковой мед мед здесь также присутствует мед воск ладан амбра специя очень сложный аромат по восприятию он звучит одним аккордом и его он проблематично разложить на ноты но вот он прям конечно мощный мимо этого аромата очень часто проходят потому что бренд не представлен в сетях но зато представлен на сайте rendezvous вы можете его там заказать по абсолютно демократичной цене и попробовать потому что реально бренд американский потому что реально аромат достойный мощный такой маститый супер аромат рекомендую дальше дальше наверно давайте к такой вот классики похолодания это тед лапидус румба о нем можно говорить вечно то какая у него пирамида это вообще крыша сносно там 250 строк из магнолия календулы малендулы розы кожи ромашки и короче всего-всего но в общем я бы его охарактеризовал как букет из всего вот просто цветочный букет из всего с медом фиалкой розой желтыми цветами амбры специями ладу в нем есть абсолютно все то есть но в то же время он не звучит как каша-малаша и это супер то есть когда вы его наносите это огромный букет ища то есть от вас начинают нести просто пасти в хорошем смысле огромным букет ищем на восточной такой вот древесно амброво-специевой базе то есть аромат ну просто богатейшие и по пирамиде и по нотам и по шлейфу по стойкости к нему вообще никаких пререканий нету также этот аромат боятся этот аромат называют очень классическим пыльным сундуком ну я считаю знаете просто нос же должен расти пробовать новые новые не все же время сидеть на таких вот водичках фруктово-ягодных цветочных а надо чего-нибудь типа мощнее давать своему носу такую как взбучку и короче румба это как раз таки для таких моментов даст взбучку любому ваш нос просто ваш нос просто по-хорошему сломается то есть вы научитесь вышелинять ноты вы научитесь опознавать ароматы услышите в нем и ромашку и календу то есть если так вот посидеть с рукой у носа бы все эти ноты услышать аромат богатейший я бы не назвал его сладким он скорее нейтральный восточный очень цветочный супер рекомендую вот если его сравнить он похож на классическую коко шанель только ядрений очень классный аромат дальше и бюджетным дальше бюджетная история на первые морозы это такая старая школа вообще один из моих любимых ароматов это сальвадор дали о де туалет такие вот классические губы в туалетной воде есть еще духи в черной версии но мне все-таки туалетная вода больше нравится потому что она ярче это альдегиды цветы амбра специи и все хорошо я вообще у меня такой вот локальный мем сальвадором дали это такой узнаете лимонад буратино из ада вот адский буратино почему потому что вот его нюхаешь вроде бы он какой-то веселенький вроде вот эти альдегиды шебуршат нос вроде эти цветы такие какие-то простые классические незамысловатые вроде вот этот ладан амбра в базе но тоже такой ничего себе и на девчонку подойдет но вот знаете общее настроение у этого аромата такое мрачное знаете такое немножко мрачнистима гатиссима гатиссима вот и аромат звучит так вот немножечко немножечко совсем по старошкольному депрессивно но не пыльно хочу заметить аромат такого чистый кристальный в общем знаете любителям старой школы и цветочного и желто-цветочного направления этот аромат зайдет на все сто процентов кто не знаком знакомьтесь обязательно кто помнит сальвадор далее берите себе сальвадор далее сальвадор далее это один из лучших бюджетных брендов парфюмерия на минуточку ну и завершаем мы нашу подборку эпохальной красной москвой вот кто бы мог подумать но красная москва это действительно хороший качественный добротные ароматно и на начало зимы и на дэми сезон и на весну короче это гвоздика это гвоздика на мне вот лично он раскрывается даже немножко в такую замшево кожаную сторону с таким вот как это называется гудроном когда асфальты знаете такие вот мокрые вот эти вот крыши чем покрывают резиной такую даже небольшой женой на ком-то он раскрывается больше в цветочную сторону то и знаете очень интересный аромат и очень красивый он про гвоздику для меня гвоздика это такой вот цветок для холодов аромат потому что он такой вот тонный восточный согревающий здесь чувствуется такая вот амброво древесная база изначально это мягкие такие немного старошкольные альдегиды как знаете у меня есть винтажные пятерки шанель и вот начало примерно такое же но идут они в абсолютно разные стороны шанель номер пять идет в букет цветов а этот идет именно в гвоздику очень красивый аромат у кого его нет обязательно нужно потому что цена вообще благоволит к покупке вот у кого есть берите дублик вообще не важно в одеколоне вода туалете в парфюмерной воде как у меня это в принципе особого значения не имеет потому что аромат действительно эпохальный на холода прям вещь и на шубы и на свитера и на праздничный выход и дома для себя я вот его люблю как и многие носить дома уткнувшись так вот в аромате и созерцать ну что это была подборочка на первые морозы и холода из бюджетной парфюмерии поэтому ставьте лайки пишите комментарии пишите ваши фавориты на первые морозы в комментариях пользуйтесь сайтом рандеву а с вами был я пока пока до новых встреч